Вчера в Екатеринбурге состоялось открытие фестиваля документального кино о музыке, о современной культуре под названием Beat Weekend 2019. У нас в гостях организатор фестиваля Александр Ясаков. Саша, доброе утро. Доброе утро вам и зрителям, конечно же. Фестиваль документальных фильмов о музыке и современной культуре. Так он звучит. Расскажите, что будет интересного на этом фестивале? Более подробно для наших телезрителей, но и для нас. Восьмой год, если мне не изменяет память, фестиваль проходит в Екатеринбурге. Это ежегодное эхо крупного московского фестиваля Beat Film, где в программе более 40 документальных фильмов о музыке и новой городской культуре. До Екатеринбурга обычно доезжает 7-8 фильмов. Вот в этом году их 7, посвященных не только музыке, но и разным другим проявлениям нашей современной жизни. Вот программку держу в руках, с готовностью расскажу вкратце про каждый. Ну если есть возможность, вкратце, в двух словах. Вот так и постараюсь. Ну смотрите, например, есть фильм, в рамках которого мы вместе с такой музыкальной исполнительной, как Пиджи Харви, отправляемся в путешествие про всяким раскаленным, сложным точкам на земном шаре. И смотрим, как она, в общем, общается с людьми на этой территории и записывает новый альбом. Не только фанатам ее творчество рекомендую, но и всем, кто любит road movie. Есть вообще, ну абсолютно обязательно, мне кажется, для каждого екатеринбуржца фильм, посвященный архитектурной и образовательной студии Bauhaus, без которой, например, не было бы никакого екатеринбуржского конструктивизма, потому что сами концепции такого архитектурного течения, как конструктивизм, формировались именно там. Можно отправиться в путешествие в Грузию. Отмечательно. В период, когда там проходят массовые протесты после полицейского разгона на электронной вечеринке в культовом клубе «Бассиани». Опять-таки, тоже как бы про клубную историю немножко с другого угла. Можно погулять по Берлину вместе с тремя культовыми берлинскими клубными фейс-контрольщиками. Интересная история, так? Почему бы и нет? Можно поговорить о поколении Эйсид Хауса и Рейваха в Англии эпохи тетчеризма. Те самые слова, которые хорошо нам знакомы, с вами Наталья. Ну, Маргарет Тетчер, там «Все дела», «Конец 80-х», «Экономическая стагнация», «Постоиндустриальное общество» и «Танцы молодежи». О, Александр, интересно, рассказывайте. Вот. Есть фильм для любителей дизайна, «33 слова о дизайне», «Киноальмонах», посвященный рефлексии о том, что же такое отечественный дизайн сегодня. Фильм закрывает, в общем, такой манифест выступления Покраса Лампаса, который, в общем, нашему городу стал практически как родной со всей этой историей на Уралмаше. Но по поводу фильма «Спешу расстроить», «Солдаут» уже. Все билеты распроданы, да. Но 28 ноября он в коротком прокате будет в Екатеринбурге, точно так же в Ельцин-центре, поэтому, в общем, и на него будет возможность сходить. Ну и фильм «Открытие», который в последний день, в воскресенье, мы снова покажем, это фильм про культовый клуб «Студия 54», про взлет этого проекта и прекрасные вот эти вот 80-е дисковые. И про то, как непросто под конец сложилась судьба его создателей. Интересно. Расскажите, помимо фильмов, планируются ли какие-то еще мероприятия в рамках фестиваля? Может быть, какие-то лекции, мастер-классы? У нас есть небольшая образовательная программа, она открывается сегодня как раз-таки за моей модерацией, пройдет пабликток, большой разговор о последних 10 годах клубного Екатеринбурга, приуроченный как раз-таки фильм «Берлинский фейсконтрольщик». Мы с екатеринбургскими фейсконтрольщиками и деятелями клубной культуры, так или иначе замеченными за последние 10 лет, как активными в Екатеринбурге, будем разговаривать о том, кто же ходил в клубы, кого пускали, кого не пускали. И кто решал, кто зайдет. Да, и кто решал, кто зайдет, кто не зайдет. И кто не выйдет. Будет лекция, посвященная образовательным проектам, вдохновленным школой Баухауса. Ее прочитает Полина Иванова, большой городской активист из группировки «Подельники», которая занимается, например, реставрацией Белой башни. Будет паблик-ток, посвященный вкладу регионов в отечественный дизайн. Это приурочено, собственно говоря, к тому самому киношному солд-ауту, про который я говорил. И за модерацией Димы Колизева из издания «Знак.ком» будет разговор бит-протеста, когда музыка становится политикой. Это будет история как раз-таки про то, как, в общем, люди иногда в каких-то своих политических заявлениях объединяются, потому что им не дают возможности развлекаться. Про сквер, кстати, в том числе поговорим, если уж о местной повестке. В общем, это вот каким-то таким духом будет все проникнуть. Ясно. Давайте подытожим еще раз, когда, куда можно прийти. И платно-бесплатно это происходит. Кино платно, все остальные удовольствия бесплатные, ну, не считая всяких вечеринок, которые тоже в рамках программного фестиваля есть. А так, вплоть до воскресенья, плотно раскиданный вечерний график показов. За ним можно наблюдать либо на сайте Ельцин-центра, либо в официальной встрече, мероприятии на Фейсбуке и ВКонтакте. И у нас на телеграм-канале «Теснота эфир». Супер. Друзья, ну, а вы сами все слышали. Еще раз представим нашего гостя, организатора фестиваля «Бит Уикенд-2019» Александр Ялсаков в нашей студии. Милости просим, до конца этой недели, пожалуйста, посещайте данный фестиваль. Спасибо, Александр. Хорошего фестиваля вам. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья.